Сегодня утром у здания правительства прошел протест. Сюда приехали люди сел Восьень и Русештиной для того, чтобы попросить центральной власти не закрывать местные лицеи. По словам протестующих, в 10 класс в новом учебном году пойдут 22 человека. Им будет непросто каждое утро добираться на учебу в Бардер. Министр образования говорит, что для сохранения учебных заведений там должно быть как минимум два класса. При этом Дан Перчун не отрицает, что итоговое решение может быть принято в пользу жителей сел. Это родное село, где учились наши родители, бабушки, дедушки. Мы гордимся тем, что у наших детей хорошие оценки. Мы обижаем их тем, что они не могут учиться в лицее. К тому же мы не хотим подвергать их стрессу. Мы хотим, чтобы они приняли решение остаться здесь. У нас хорошие результаты. У нас есть лицей, оборудованный класс, где есть все необходимое. Дети хотят учиться в родном селе и не хотят, чтобы их переводили в другой лицей. Достойны открытия 10 класса. На мирные акции протеста перед правительством пришла и Люба, которая весной окончила 9 классов в Русе Штиной. Девушка была уверена, что продолжит обучение в местном лицее. Но три недели назад ей сообщили, что учебное заведение закрывается. Похожая ситуация в селе Восье Неловенского района. Факт, вызывающий недовольство родителей и выпускников лицея. Мне ближе здесь. Я уже обзавелась друзьями. Здесь лучше, чем ехать в какое-то село, где никого не знают. Сколько вас было в классе? Ну, изначально в Русе Штиной нас было 22 человека. У нас есть случаи, когда оба родителя находятся за границей. Я оставляю своих детей на попечении бабушек и дедушек, чтобы те ходили в сельском лицее. Что нам делать с этими родителями? А также есть родители, которые вернулись из-за границы к своим детям, чтобы хотя бы последние три года, самые сложные подростковые годы, были рядом. Что нам делать с этими родителями и с этими детьми? Если лицеи в этих населенных пунктах закроются, детям придется ехать в село Бардар, что примерно в 12 километрах от родного села. Манифестантам удалось поговорить с министром образования, но результат их не удовлетворил. Чтобы защитить свои права, они обратились к адвокату, который утверждает, что при принятии решения был учтен отчет Департамента образования Яловен. Я спросила, могут ли нам предоставить этот отчет, чтобы мы могли увидеть, действительно ли есть доказательства, свидетельствующие о том, что лицеи ни в Васиене, ни в Русе Штиной не способны продолжать учебу. Почему выбрали только Бардар? Этот отчет мне не предоставили. Перенесли заседание еще на один день для дальнейшего изучения. В ответ министр образования сообщает, что для открытия лицеи необходимо как минимум два класса. Общие правила заключаются в том, чтобы были два класса, чтобы начать прием. Это означает, что рекомендуемое количество не менее 42 детей, чтобы финансирования на одного учащегося было достаточно и не возникло дефицита бюджета. У нас три лицея, где много неясного. В то же время, по словам министра, выпускники лицеев, которые подлежат реорганизации, показали очень низкие результаты на экзаменах по БАКу. В одном из этих лицеев в этом году каждый четвертый ученик не сдал БАК. Они не набрали даже пяти баллов, что говорит о качестве обучения в учреждении. Во-вторых, расстояние имеет значение. Мы позаботимся о том, чтобы это было в разумные сроки и чтобы был транспорт. Перчун не отрицает, что решение может быть принято в пользу родителей, но говорит, что окончательное решение примут только после анализа всех обстоятельств.